Такого потопа Браск не припомнит давно. Накануне вечером с суровыми погодными условиями столкнулись сотни жителей энергетика. Но одним ливнем история не закончилась. Есть ли пострадавшие, узнавала Мария Глушенко. Машина проехать не может, утонула. Аварийку включила, видо двигатель заглох. Система сливов вообще не работает. И таких кадров в интернете за сутки хоть отбавляй. 4 июля дорога с работы домой для жителей энергетика превратилась в полосу препятствий. Форсировать улицу Погодаева водителям пришлось больше часа. Всё это время шёл сильный дождь. А новая ливнёвка, которую сделали в прошлом году в рамках капитального ремонта, мягко говоря, подкачала. Море радости от капризов погоды получили лишь дети. Эти кадры сняли за торговым центром на Гиндино. Очень гениально. Что делаешь? Пошёл ливень. Около июля. Гроза преподнесла свои сюрпризы и жителям Приморской 10А. В девятиэтажку ударила молния. Да так, что кирпичи посыпались. Припаркованные машины чудом не пострадали. Вон кирпичи лежат. В дом молния попала. Повезло и жителям пятиэтажки на Приморской 5. На площадку рухнул тополь. Дерево вырвало вместе с корнем. И чудом не зацепило стоящие рядом иномарки. Ещё один тополь приземлился на парковку на Наймушино-3. И здесь машинам повезло. А вот жители Гиндино-12 стали свидетелями самого настоящего водопада. Правда, зрелище оказалось неприятным. Людям пришлось спасать свои квартиры от потопа. В многоэтажке после многострадального капитального ремонта новая кровля вновь вышла из строя. Ждать хорошей погоды брачанам не стоит. Солнце выглянет из-за туч лишь в пятницу 6 июля. Однако вечером вновь понадобится зонтик. Если верить прогнозам синоптиков, дождливыми будут и все выходные. Мария Глушенко, Новости БСТ.